Музыка Ребятушки, прекрасный воскресный день Выпало еще больше снега Но последние события Заставляют очень тревожиться И Мы приехали в магазин, который Торгует оружием И скорее всего надо вооружаться Идем посмотрим, что можно купить Похоже Что это придется все таки делать Я старался избегать этого Но Последние события по настоящему Тревожат Мы начнем с Кабелос Это большой магазин для охотников и рыболовов Посмотрим, что у них есть И какие документы При этом необходимы Для того, чтобы купить оружие Пойдем Начнем, наверное, мы с выбора арбалетов Самое простое Чем можно защитить свой дом Ничего в этом не разбирают Смотрите, они сейчас по целям будут стрелять Стрелу прямо надо карту подносить Ух Ух ты Это такие давно использовали Это использовали Это как индейский лук, да? Да, это индейский Да, вот с такого будут Отбиваться от вража Он, кстати, 169 долларов стоит Самое доступное решение И 6 стрел для него, видимо, 55 долларов стоило А вот это О, это вообще Снимаешь сейчас? Да И что? Слушай, получается, можно купить Вот этот пистолет И он стоит 200 долларов И это револьвер, да? Да А есть А вот смотри, еще есть даже за 149 долларов Ага Я, правда, совсем не разбираюсь Ну, выглядит устрашающе Значит, там 6 патронов И потом ты вот эту штучку Курок Да За вниз И потом ты можешь стрелять Сынок, ты больше меня знаешь, честно говоря Да А вот это вообще огромная кола, да? Знаешь, это вообще сбитый момент Да? Когда ты кого-то хочешь стрелять Тогда вообще не стрелишь Ты слышишь, а далеко не слышишь Сайленс А вот это вообще Это как две пушки? Да Слушай, деревянная ручка у него Револьвер за 150 долларов И, наверное, он достаточно серьезный Как оружие Надо все-таки почитать Митературу понимать для себя Совсем я не знаю Никакого представления о оружии Я смотрю Наверное, ты больше меня знаешь, да? Я в игры играл А, вы игры? Да Так, а это у нас Перцовые баллончики Начиная от 5 долларов За самый маленький И заканчивая огромными Которыми можно бороться С медведями Это бибиган Это типа Настоящее оружие Просто оно чуть-чуть Стреляет маленькими пульками, да? Да А, вот смотри А, вот это что, тоже бибиган? Да Обалдеть, честно говоря Вот смотри, это бибиган И вот смотри Да, честно говоря, вот это вот Можно гражданскую войну затеять Вот смотри Вот видишь, какая Вот видел, когда мы большие, вот эти взрослые Можно вот так вот Вот этими маленькими шариками Заполнить и потом стрелять Да? Вот так вот Так ни на кого не направляйся Субтитры сделал DimaTorzok О, тут же тысячи 357, Магнум 357 Я его помню точно из фильмов про полицейских и ковбоев Он, конечно, был Тяжелый такой Так вот Откуда вы все это знаете? Ну вот смотри Вот так вот Вверх, потом вниз А так вот И потом стрелять Нужно еще нажимать? Там заряжаешь, а потом Смотри Да, слушайте, удивительно Смотри А, отводишь Отводишь Потом сюда бодь Для куля ставить? Да Потом Вот так вот Реводь И потом стрелять Да О, это Она знаете, на что пошла? На что? Она похожа, как на Из Советского Союза Из Советского Союза Да Она похожа, как будто бы я Участник Кражданской войны Какой-то Первый Мировой Он такой производитель Да, это первая Мировая Вот Вот Точно Сейчас Вот это Вот это Я точно знаю Как Вот это Сука Да Да Вот так вот Сюда Смотри Сюда Сюда На этой стороне Сюда Пулю Потом Да Знаете, что Это Винчести Да Так Смотри Это Винчести На этой стороне Видите Ты Загибаешь Пулю Сюда И потом Реворд И ты будешь стрелять Пулю Папа, расскажи как, Мадам. Да, значит, только что спросил, что необходимо. Необходимы непросвоченные водительские права и все. Ничего больше не нужно. Только это. Колорадские водительские права. Так просто. Так, ну что. То, что мы хотели, мы купили. Это совсем недорого, как оказывается. На выходе у вас просят водительское удостоверение. Меня отвели в сторону. Просто ввели в базу данных, как я понял. Попросили показать его. Есть ли у меня водительское удостоверение и резидентство штата Колорадо. Цены вы видели сами. Начиная от 150 долларов можно купить огромный револьвер. О, это у меня, кстати, чек на мой револьвер. Я его кладу в карман. Если он перестанет стрелять, то мы, наверное, поменяем наше оружие. Огромные ружья тоже стоят примерно 200 долларов. И всем этим нужно будет заниматься и осваивать, смотреть, как это работает. Ну что, мы теперь под защитой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok